Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 которые он распространяет вокруг себя. Неважно, плох он или хорош, какой он по своим поступкам, как он морален, он не морален, не в этом дело. Даже неважно, в какой сфере, в какой области этот гений, этот талант работает. Важно, что он обладает аффективным влиянием на окружающих людей. И с этим я, безусловно, соглашусь. Затем, следующее качество. Необычность судьбы. Ну, опять же, я думаю, вы все согласны, кивнете. Действительно, гений на то и гений, что судьба его необычная. И вот здесь прошу обратить внимание, прошу обратить внимание на что? Под необычностью судьбы авторы указывают следующее. Страдание, самоубийство, психическое расстройство или системное заболевание. Как себе необычность судьбы? Я лично ничего необычного в этом не вижу. Необычность судьбы, она в ином. То есть в каких-то достижениях, великолепных путешествиях, то есть в открытиях, которые совершил гений. Необычайных людях, которые его окружали. Но совершенно твердо в исследованиях указывается именно это. Страдание, самоубийство, психическое расстройство, системное заболевание. Ну и, наконец, третье в аккорде или в триаде гения – это признание только после смерти. То есть человек умер от своего системного заболевания, лучше покончил с собой, то есть, ну, затравленный, которого уже загнали в угол. И тогда, после его смерти, найдя его на сундуке с рукописями, его признает гением. И я считаю, что это зловещая и ошибочная теория, которая все больше и больше имеет свое распространение. Потому что, в конце концов, эта теория приводит к очень печальным последствиям. То есть гений начинает восприниматься как какой-то, извините, выродок, ну вот, понимаете, как человек, имеющий серьезные патологии. Как человек, который не несет ответственности за свою судьбу. И даже более того, гений должен стремиться к тому, чтобы его судьба была как можно более тяжелой, то есть трагичной и неприятной. И вот здесь мы еще подходим к какому моменту? К тому, что гений становится неморальным. Все поступки, которые совершает гений, заранее оправданы. Ну, раз трагическая судьба, психическое расстройство, системное заболевание, алкоголь и наркотики. Делай, что хочешь, ты гений. Ты ни за что не должен отвечать. Более того, ты можешь жить очень плохо, ты можешь действительно прозябать, ты не должен стараться улучшить свою жизнь, потому что ты гений. И тебе, мне очень тяжело, когда ходят. Очень. Я думаю, любому из вас было бы трудно, потому что, вы видите, я считаю очень эмоционально, и я очень прошу именно по этой причине. И в этом плане, значит, гений становится каким-то не членом человеческого общества, ну или талантливого человека, а совершенно вот чем-то таким иным. Совершенно чем-то другим, то есть совершенно неподсудным, неподвластным. И поэтому все биографии гений становятся очень однообразными. Еще со времен Бальмонта, который писал биографию Эдгара Хо, мы начинаем видеть, что биография напоминает скорее патографию. Упоение поступками талантливого человека, оправдание всех этих поступков и все объяснение именно его гениальностью. Действительно, в конце концов, Лангея Хибаум, то есть он такой термин прекрасный, значит, выделил научный, бионегативный, метеозависимый тип личности, дегенерат. И все его фотографии гениев, ну, пишет ли он о Моцарте, говорит ли он о Бисмарке, или рассматривает ли он Есенина, заканчивается совершенно однообразным диагнозом. Бионегативный, метеозависимый тип личности, точка, дегенерат. И, понимаете, в конце концов, это отвратительно, потому что это приводит к тому, что любое проявление гениальности связано с проявлением девиации. Я думаю, если взять и любое, вот что у гени есть, кортавость, косоглазие, прихрамывает ли он на одну ногу, или, например, его папа был алкоголиком, а дедушка обладал неукротимо свирепым нравом, все, значит, он уже вот тот самый метеозависимый, бионегативный, дегенерат, то есть и так далее. Я думаю, если вот в зале посмотреть, у каждого наибудься какие-то физические недостатки, ну, это нормально, у многих даже системные заболевания, а может быть, у кого-то кто-то даже и выпивал в семье. Но обычных людей биографы не рассматривают. Они рассматривают исключительно людей гениальных, у всех у них вот находят какие-то отклонения. Так возьми любого человека с улицы, я вас уверяю, вы найдете не меньше у него отклонений, чем у Моцарта, Шопена, Баха, ну, или, например, того же Ванги и Баума. Ну, и в конце концов, конечно, у меня уже поражение и потрясение вызвала полемика Крафт Эббинга с Захер Мазохом. То есть, извините за неприличные фамилии, которая горячо, да и правда, которая горячо у вас по поводу негативности гения, то есть, что он должен быть таким, ничего он таким не должен быть. И в конце концов появилось два подхода. Гений либо рождается с психическим расстройством, либо гениальное творчество, вот это и есть патопсихология, приводит к появлению психических расстройств. Ничего подобного история знает многих талантливых и гениальных людей, которые прожили долго, заботились о своей семье, создали великие произведения, может быть, даже и гениальные, то есть им вели совершенно нормальный образ жизни, не страдая никакими отклонениями, психическими расстройствами и, в общем-то, но о них совершенно забыли. И появляется вот эта вот аморальность и ненормальность, как норма, которой, как говорится, человек должен просто вот принадлежать. И меня к этой лекции во многом сподвигнул разговор с одним профессором, который изучает творчество, вот Алексей знает, Бориса Рыжева, и разговор зашел об этом, а Алексей написал много книг по поводу Бориса Рыжева, потом, я думаю, он об этом расскажет. И профессор говорит, так он же должен был пить? Я говорю, почему? Ну, он же, говорит, был поэт, а поэт обязан себя разрушать, то есть он должен пить, и я всегда, когда с ним выпивал, я говорю, пей, Борис, давай ему, Борис, выпьем, ведь, как говорится, розу белую с черной жабой. Ну, это биограф как раз разглядит. Да, об этом. Это будет далеко. Да, ну, чуть позже об этом поговорим. Да, совершенно верно, Алексей. Розу белую с черной жабой я хотела на земле повенчать. Я говорю, то есть вы вместе выпивали, да? Он говорит, да. Я вот написал целую книгу о том, как мы вместе выпивали, я часто носила его домой и себе. Я говорю, вы его на сколько старше? Он говорит, ну, там, на 25-30 лет. Я говорю, да, отлично. Вы сами пьете. Он говорит, что, 15 лет назад закодировался, а что, ненормальный, что ли? У меня сердце стало прикладывать. Я говорю, стихи пишете? Он говорит, 15 томов перед вами. Как вам, он, несовестно спрашивает. Я говорю, то есть вы поэт, и сами вы не пьете. Замечательно. И написали книгу о Борисе Рыжем в трезвом виде, где вы всячески его алкоголизм, значит, поддерживали, говорили, что правильно, и так это должно. И как хорошо, что он, в конце концов, повесился. Действительно, вот те триады гения-то. Трагическая судьба, вот, необычная, как они говорят. И в конце концов. И вот эти биографы, они являются психологическими, как сейчас говорят, вампирами. И разрушительными. Вольно или невольно, контактируя ли лично с поэтом и писателем. Или, вот, создавая свои опусы, в которых они вот пишут о том, что так должно быть, они развращают человека и фактически дают программу его судьбе. Понятно, я говорю. Закладывают эту программу сразу, что ты пишешь, ты творишь. Ну вот, давай, тебе сейчас мы, значит, нальем в стакан джина, как Эдгар Упо, и работать не надо, наденем на тебя лохмоть, а ты кричи о гении, мы обязаны все тебя содержать. И вот в этом смысле опасны такие биографы и такие биографии. И когда мы читаем такие биографии и вот такие исследования, литературоведческие, где все поступки человека оправдываются, объясняются его талантом, мы в конце концов приходим к тому, что талант вот все позволено. Да, очень много мне вот писали, значит, откликов на мои статьи по поводу цвета, что зачем же вы пишете о том, что она привязывала своего двухгодовалого ребенка и ребенок, чтобы не ел из помойного ведра, и что сестры Эрфон писали друг другу хорошо, что ребенок умер, кроме побоев и голода, она ничего не видела, это правда. И об этом писательница, поэтесса писала в своих дневниках. Не дрогнувшей рукой она отдала приют и описывала, то есть вот то, что она делала с ребенком, это не мои измышления, достаточно прочитать дневники самой Марины Цветаевой за 1919 год. Это страшное чтение, и те из вас, кто обладает впечатлительностью, эмоциональностью, не читайте. После этого вы не сможете восхищаться ее стихами, просто не сможете. Но там все время идет рефрен такой, я гений, я поэтесса, и мне нужно общаться с другими поэтами, поэтому я в холодной квартире ребенка привяжу и пойду. А почему и нет? Или в приют, потому что мне надо писать стихи, а когда тут писать стихи? Когда тут, значит, маленький человечек визжит, и памперсов не было, и как-то надо стирать при отсутствии вот, и прочее. И вот это рефреном проходит через все ее творчество. Недаром дочь Цветаевой Ариадной Эфрон умоляла не публиковать письма Цветаевой к Соломею Адронниковой и Кальферной. Она говорила, это очень неприятные письма. Действительно, если вы прочитаете эти письма, они вам тоже покажутся неприятными. Все письма начинаются со слов, пришлите мне мое иждивение, дайте мне денег. Соломея работала в журнале, ей платили зарплату, и честное жалование она отдавала Марине, ну, из преклонения перед ее стихами. И с этим мы тоже не спорим. Но мы говорим о том, что в конце концов это привело к трагическому финалу, когда уже они жили здесь, в Советском Союзе. Мы говорим, что они жили очень плохо, действительно, мужа посадили в тюрьму, дочь тоже посадили в тюрьму, то есть, ну, там 37-й, какой 37-й, 40-й, к 40-м уже шло. И поэтесса в конце концов покончила с собой, вы знаете, в Елабуге, ссылке и так далее. Что вот она, мол, была доведена до отчаяния, я согласна, так если ты всю жизнь не работал, вообще не работал, ты будешь доведен до отчаяния. Если всю жизнь тебе говорили, что работать не надо, потому что ты гений, любое столкновение с реальностью тебя приведет в петлю, извините, конечно. И в этом плане трагическая вот судьба Есенина, то же самое, пока он работал, добивался, пока он что-то преодолевал, пока была эта лавка поэтов, надо было торговать книгами, нужно было как-то публиковаться, получать гонорары. Он был абсолютно нормальный, не был он алкоголиком, это с ним случилось вот последние годы, когда он впал в депрессию. Человек, который работает, который занят регулярным трудом, пусть, не важно, литературным, никто не говорит, что надо тачки с камнями таскать. Человек, который находится в коллективе и которому проявляют внимание, с которым общаются, то есть который играет какую-то социальную роль, он нормально проживет свою жизнь, как правило. Ну, конечно, от психического заболевания никто не застрахован, но и не будет вот этих жутких, то есть срывов и вот этих жизненных претензий. Недаром Карен Хорни, психоаналитик, написала, все неврозы, все депрессии имеют свои корни, имеют свои причины, завышенные требования и претензии. И это действительно абсолютно правильно, потому что она открыла вот этот момент очень просто. Она ехала в переполненном автобусе и злила и говорит, почему я не могу сидеть? Почему все сидят, а я стою? И вот у нее прошло такое, знаете, инсайт, она подумала, а почему, собственно, я должна сидеть? Ну, кто-то должен сидеть, кто-то стоять, сейчас я стою, кто-то сидит, через некоторое время обстановка изменится, и я смогу сесть. А вот гений считает, вернее, вот натренированный биографами гений, что сидеть должен именно он, понимаете? И из-за этого возникает чувство неудовлетворенности, обиды на весь белый свет. И вот эти стихи никуда не уехали, ты да я, обернулись прорехами все моря, Со владельцем пятерки рваной океаны, не по карману, написала Цветаева. Я не знаю, если бы каждый из вас не работал, но при этом каждый год 4-5 месяцев отдыхал бы на море, на океане, во Франции или в горах, И жил бы в Париже в трехкомнатной квартире с ванной и газом. Ну, трудно написать такие хлесткие стихи, правда? Это не похоже на бедность, вот о чем я хочу сказать. Понимаете? На гонорары сейчас ты не проживешь. Это я по себе просто знаю, понимаете? А чтобы прожить на гонорары, это надо писать не стихи, а громадные статьи, то есть и публиковать их, и в лучшем случае тебе хватит, как говорится, на то, чтобы не то, что на юг поехать, но купить, поесть и заплатить не за трехкомнатную, а за комнату. Это действительно так. Если жить литературой, не иметь ремесла, не иметь, то есть, ну, другого, приработка. Конечно, муж Марина Цветаева в этом плане хорошо, он устроился в НКВД шпионом, то есть, ну, и, в общем-то, они стали жить материально гораздо лучше, но и этот шаг во многом был спровоцирован вот именно этим подходом-то. Мы гениальные люди, мы творцы, мы белые кости, мы не должны работать. А почему не должны? И ведь, в конце концов, ее сын Мур, Георгий Эфрон, в эвакуации, что делает? Обокрал старуху первым делом в Ташкенте. Какая она старуха, 46 лет, смешно сказать, но он бы и так называет дневника. Вынес у нее все вещи и проел на базаре. Хотя все жили бедно, карточки там, ему от Союза писателей его кормили, он тоже не работал, ему уже было там 18 лет, он все в школе учился. И тоже он писал, а почему я должен работать? Его дневники страшная вещь. Вот кто не читал, очень рекомендую прочитать, потому что там все вот дневники, Георгий Эфрон, дневники. То есть то, что я рассказываю, там просто не рассказать. Вот если вы начнете читать, многие мифы о том, как голодала Цветаева, что вот приехав в Россию, и Мур пишет, обедал сегодня в Национале, мол, после этого пошел в коктейль-бар, портвейн с мороженым, ммм, как вкусно, ну и так далее. То есть там все это описано детально. У нас опять вышел конфликт с соседями из-за того, что у нас под кроватью крысы, а на кухне, мол, тараканы. Ну им же комнату тогда сдавали. И что соседям не нравится, но ведь моя мать поэт, она не успевает убрать за собой. Вы знаете, вот если мы так будем говорить, я психолог, я философ, и я поэтому не могу вытереть тряпкой стола, под кроватью у меня живут... Ахматова тоже не работала, ей помогали. Кахматовой мы сейчас перейдем. Я попрошу не перебивать, я рассказываю факты. Я никого не... опять же. Ни одного слова осуждения не прозвучало. Прозвучали только цитаты из ее личных дневников. Когда вы с ними ознакомитесь, мы поговорим. Пока вы не знакомы с текстом, разговор бесполезен. Это вот который раз я уже убеждаюсь. Что касается Ахматовой, ну да, она тоже не работала, согласна. Но она ни на что и не претендовала. Она, год, ходила в халате, вот эта прореха-то в халате, о чем пишет Чуковская в своих мемуарах. Она могла лежать и не идти за пайком. Она лежала, год, на кровати. А, ну, паек же выдавали тогда, в том же Ташкенте, кстати, в эвакуации. И прошу заметить, Ахматова свои хлебные карточки отдавала сыну Цветаевой. Если уж вам это интересно. Я думаю, вы не знакомы с материалом. И поэтому вот эти осуждения, то есть и выкрики, как правило, происходят на полном незнании материала. Е не равно МЦ квадрат. Ну, что на это ответят? Цветаева, да, Ахматова, да, все они не работали, согласна. Но мы говорим об уровне претензий, об уровне ожиданий именно. Не работай, пожалуйста. Но погибнешь ты в том случае, если ты будешь требовать слишком многого от людей, от жизни. И прошу заметить, опять же, исходя из дневников Чуковской, Ахматовой дали большие переводы. Ну, вот уже тоже, она же бедная была, все. Она эти переводы сделала так высококлассно, не разгибая спины, так много над ними работала, что, как пишет Чуковская, у нее появилась и шубка, и шляпка. И, кроме того, она купила машину, машину она, правда, сразу подарила Баталову. Ну, она добрая была, она все раздавала. Но это было ее личное право, она сама заработала эти деньги. Она работала. Цветаева пыталась заниматься переводами, но она писала, что это так скучно, так неинтересно. Так любая работа скучная и неинтересная. По большому счету, назовите мне работу, где вот, ну, можно так, искрометно и радостно, и не переставая на высокой ноте. Любая работа требует усилий, требует огромного внимания, ну и так далее. И опять же говорю, не в осуждении я рассказываю. Патобиография или патография, это не осуждение. Это все, надо сказать, Чехов болел туберкулезом. И закричать, как вы можете такое говорить о Чехове? Он действительно болел туберкулезом. Я думаю, вы все об этом знаете. Но при этом Чехов непрерывно работал, вы тоже это знаете. Он каждый день писал, то есть регулярно и аккуратно. Он строил всякие больницы, школы, свой дом строил там и в Ялте, там и в Мелехово. Вы знаете, он постоянно работал, постоянно трудился. И гениален ли был Чехов? Ну, наверное, да. Трудно судить об этом. Но мы говорим о чем? О том, что психолог Селье очень верно отметил в своих работах. Целебность именно в работе, в регулярной жизни и в дисциплине. И губят человека, талантливого особенно человека, а это люди особо чувствительные, впечатлительные, эмоциональные, губят таких людей, как правило. Именно те, кто подталкивают их к богемному образу жизни. То есть где нет дисциплины, нет привычки к труду. И есть вот этот высокий уровень, называется, научно-невротических претензий. Ну вот о чем сейчас я говорила. То есть ожидания от окружающих. И вот хотелось бы в этом плане привести пример Гашика. Все знают, что он был неуравновешенным очень. То есть он пил там двоежжением, с ним все какие-то были проблемы. То он с моста прыгал во Вултаву, то еще что-то. То есть все время. Когда Гашик попал на войну, а потом он попал в плен, вы знаете, то есть он стал настолько дисциплинированным, храбрым и ответственным, что просто вот, ну, это был идеальный человек. Этот человек переменился, перековался на глазах. И все восхищались им. Он отвечал за других пленных. Он пошел вот работать там, ну, значит, с людьми. То есть он принимал решения. Он спасал других. Это был совершенно другой человек. И вы знаете, стоило ему вернуться в мирную жизнь, он начал писать свой гениальный роман. «Похождение бралого солдата Швейка». Роман принес ему мировую славу, то есть и деньги. Жизнь его наладилась. Тут появились друзья. Ну, и биографы. Ну, и как следствие. То есть, к сожалению, в 40 лет гениальный писатель умер, так и не дописав своего гениального романа. То же самое происходило с Джеком Лондоном, который пока вот он работал, ему надо было достигнуть вот эти деньги, то есть, ну, слава пускай, то есть с нуля начать. Он был в порядке. Когда появились друзья и биографы, они стали жить на его счет. А потом вообще подожгли дом, который он для них построил, взяв кредиты. И потом доконал от Джека Лондона то, что он весь в кредитах, дом сгорел. Но он, конечно, туда поселил психологов, этих, философов, бродячих и поэтов, ну, друзей. Они его и сожгли. И он услышал, как один друг говорит другому. Джеку очень легко достаются денежки. Надо и впредь жить за его счет. Вот это его окончательно подкосило. И вы знаете, что то ли передозировав морфий, то ли от приступа астмы, то есть Джек Лондон тоже в 40 лет печально скончался. Ну, и злоупотреблял он алкоголем и так далее. И вот начинают. Гении писали свои книги, сидя в тюрьме. Совершенно правильно. Я думаю, теперь вы понимаете, почему, сидя в тюрьме, они писали свои книги. Потому что там за ними был, извините, присмотр, режим дня, отсутствие дружков и биографов, о Генри все свои гениальные рассказы написал в тюрьме. Там же работал и Сервантес, насколько мы знаем, а также Томас Меллори, который написал «Смерть короля Артура». И дело не в том, что трагедия тюрьмы, страдания сподвигла на написание гениальных произведений. Не в этом дело совершенно. А дело в размеренной жизни, то есть в этом режиме дня, понимаете, и в работе, которой человек был вынужден заниматься регулярно. И в этом плане я считаю, что единственное, что мы можем, так сказать, противопоставить вот этому подходу, я думаю, что как раз теорию и способ, метод, то есть Ганса с Ильей. Напомню, что Бисмарк тоже впал как-то в депрессию. Он был гениальный политик, гениальный полководец. Он страшно растолстел. Он употреблял морфию, он пил. То есть, ну все с ним было покончено, сбитый летчик. И вы знаете, он встретил врача, и врач как взял его в руки и заставил его бросить алкоголь и наркотики. Он с ним буквально жил, ну водил его за руку. Он стал следить за его диетой, он наладил ему сон. Бисмарк похудел, бросил алкоголь, бросил наркотики и, как говорится, показал всем врагам Кузькину мать. Потому что на себя взял ответственность врач, и Бисмарк, конечно, тоже. И разумный, нормальный подход вместо исследования вот этой подноготной. «Ты гений! Ну, надеюсь, ты скоро покончишь с собой, понимаете?» Нормальные человеческие отношения. И так ведь происходило с очень многими талантливыми людьми, которые были на грани срыва, на грани болезни, на грани распада. Если они попадали в хорошие руки, они спасались. Теперь посмотрим на лечение Есенина и Высоцкого. Ну, гении же они были. И вот читаешь, да, Есенин лежал в психиатрической больнице, друзья его поместили уже у него, там, значит, белая горячка, делириозное состояние. Что происходит? Его навещали сегодня 5 человек, завтра 15, потом 8. Какого черта, извините, мой французский, вы пускаете к человеку в таком состоянии посетителей? Он должен находиться в закрытом режиме. Ну, это ясно даже не врачу и не психологу, это здравый смысл обыкновенный. Затем, он читал весь вечер стихи, он читал весь вечер стихи. Я тоже, потому что я сбилась с мысли. Врачам. Зачем же вы, врачи, заставили больного, находящегося на стадии последнего нервного истощения человека, читать себе стихи? Само по себе чтение стихов уже, вот, значит, человека приводит в определенное состояние эмоционального возбуждения и, значит, эмоции, это естественно. А свои стихи. А еще, значит, читать тут концерт надо же, ловко устроились. А потом, мол, Есенин стал ездить на встречи в редакцию, и с ним ездил еще врач. Ну, чтобы присматривать за Есениным. Какие поездки в редакции? Вы с ума сошли? То есть человек на грани суицида, с тяжелым алкоголизмом, он тут вам стихи читает, к нему визитеры ходят, а потом он ездит на встречи. Что же удивляться, что он не вылечился, избежал из больницы? Вот я о чем говорю. И ведь точно такая же ситуация была с Высоцким, когда читаешь воспоминания врачей, его близких. Мы тоже самое постоянно сталкиваемся. В больнице он устроил концерт для врачей. И вот этих врачей надо лишить дипломов и объявить их профнепригодными. Так же, как книжку этого профессора следует подвергнуть астракизму и не покупать. Ну, вот про поэта я рассказывала, который его спаивал. Потому что какого черта, опять же, извините, мой французский человек, Высоцкий в таком состоянии, какая игра на гитаре, какие концерты для врачей? Он должен спать, должен быть покой, должна быть закрытая палата, отсутствие посетителей. Ну, обыкновенный здравый смысл, не так ли? Любого нормального человека к этому приводит. А когда ты даже в больнице в таком положении, что ты лечиться-то не можешь, ты же гений. Зачем тебе лечиться? Ты должен убить себя. Подтекст-то именно такой, даже в отношении врачей. Ты не обычный пациент, а ты, так сказать, иной. Так что, мол, поторапливайся. Вот. И поэтому, когда мы все это читаем, мы видим, что у гениев развивается не то, что там метилзависимость, бионегативность или другие, значит, отклонения, которые вот мы только что описывали, о которых мы только что говорили. Да я уже, в общем-то, заканчиваю, потому что я на самом деле не привыкла. Ну, мне тяжеловато с живой публикой работать, я имею в виду, что я же в телевизионном формате. И трудно, то есть я отвлекаюсь. И таким образом у гения формируется то, что называется в психологии рентные тенденции. Я думаю, вы знаете, что за этим, что такое рентные тенденции. Банальное желание жить за чужой счет. Мнение, что тебе все обязаны. Все должны тебе все давать. По какой причине? Ну, потому что ты гений. Потому что я, это я. Я не пациент, я не гражданин, я не член общества. Я не должен работать вместе со всеми. Что вот цвета его не взяли с удомойкой, и там только одна здравая женщина пишет в своих мемуарах. Во-первых, столовой-то еще не было, только вот решили ее организовать когда-то в далеком будущем. Во-вторых, там на это место душу друг другу готовы были вынуть, потому что поближе к еде, в войну, понимаете. И там, говорит, великие писатели одному место сторожи предлагали, а другому дворник, а третье, значит, кашуар. Так там имена такие великие, что можно в обморок упасть. Ну, это писательское, вот мы бы с вами собрались и войну организовали, как говорится, ну, что тут дурного. И поэтому вот это истеричное отношение, что человека заставили работать, ну и что? Что случилось-то? Небо упало на землю, крошки за собой не можешь вытереть, крысы у тебя живут под кроватью. В Чехии суд вызвали за то, что блох было столько, что хозяин не смог зайти в дом, где жила эта семья. Что ужасного-то? И всего лишь некоторые правила, вот как мы говорим с Бисмарком, соблюдая, можно вывести человека из самого плохого и тяжелого состояния. А у меня такое впечатление, что биографы, они как людоеды, окружают гения. И вот все его выходки, вот эти пьяные там дебоши, неуважение к своему здоровью, разрушение, то есть своего здоровья разнообразными психоактивными веществами, в конце концов считают, что это нормально. И поэтому подход такой, я со своей точки зрения считаю совершенно ненормальным. И напомню слова прекрасного психолога Ганса Селье, который сказал, что от всего помогает работа и дисциплина, ну и пребывание в коллективе. Доброжелательные отношения, хорошее отношение на равных, то есть с другими людьми, уважение к другим людям, которое проявляется в умении общаться с ними, безусловно. И тогда все будет в порядке. И поэтому я считаю, что как раз вот людям-то талантливым и нужно, вот раньше же были эти коллективы, союз писателей, то есть союз композиторов, старались смотреть за талантливыми людьми. То есть ты можешь, ты можешь там где-то не работать и так далее, но ты при этом обязан написать столько-то текста, ну вот повесть там, предположим, или музыкальное произведение. Ты поедешь в дом отдыха, но в доме отдыха тебе никто не даст нарушать режимы, устраивать дебоши. То есть ты будешь, как все, отдыхать, питаться хорошо, получать медицинское обслуживание. Это наивный подход. Я согласна, но это лучше, чем то, что предлагается сейчас и к чему толкают талантливого человека, ну вот так называемые психологи и биографы. Если есть вопросы, давайте я на них отвечу. То есть теперь я завершила свой монолог. Вот этот подход и привел к тому, что таланты стали погибать. В первую очередь за талант ответственен сам талант. Если я начну перебегать дорогу на красный свет завязанными глазами, обвиняя в этом тех, кто ездит на машине, я буду не права. Да, общество создает талантливым людям, в нормальном обществе создаются условия, профессиональные союзы, в которых человек состоит и, значит, может не работая, зарабатывать себе пенсию, получать гонорары за свои произведения. Нет, и сейчас у нас нету. Я сама член союза писателей России, я знаю, что сейчас этого нету. Раньше было так устроено, это было нормально. А еще раньше платили нормальные гонорары. То есть если ты действительно печатаешься или пишешь музыку, на эти деньги ты можешь безбедно жить. Но отратишь ли ты их на лодку, общество не ответственно за это. Извините. Равно как за твои психические расстройства, если ты к психиатру не желаешь обращаться, а желаешь, как говорится, плясать голым на крыше, ну, раньше общество могло это прекратить. То есть обы сняли, отправили сейчас по законодательству, что психическое заболевание не является причиной того, чтобы человека положили в больницу только с его согласия, к сожалению. То есть я по своей работе вижу, что это привело к самым печальным последствиям. Пожалуйста. Да. Вот именно, Алексей, прошу, прошу внимания. В том-то и дело, что безбытность, как называла ее Ахматова и Цветаева, да ради бога, это ваше личное право, хотите чай без сахара, пейте. Но при этом кричать, что вот, как написала дочь самой Цветаевой, горячо любившая свою маму. Мама говорит, не то, что мыла посуду, она кричала, я гениальный русский поэт, я вынуждена мыть посуду. А вот, в сущности, посуду-то мыла я. Это из-за ее Ариадна и Эфрон дневники, опять же. И поэтому повторюсь, что никого мы не осуждаем и не обвиняем. Слушаю вас. Нет, в процентах у меня ничего не было. Это можно все посмотреть в научных работах, потому что, согласитесь, диаграммы рисовать с процентами. И вот эти диаграммы у кого, безусловно, что аффективные расстройства чаще встречаются у писателей, шизотипические расстройства у художников. Но если я начну это рассказывать, это будет никому неинтересно. С чем? Нет, а я кого-то разве обвинила в паразитизме и пьянстве? Нет, я считаю, что процессы на отношении, это птичное, которое вы думаете, а в семье, обладающиеся в таланты. А мы только что об этом и говорили. Что выборка неверна по сути. Когда сравнивают 100 гениев и 100 обычных людей, их не сравнивают. Выборка изначально бралась из гениев. Так вы, я же об этом и говорила. Вы слышали, что я говорила? Я говорила о том, что если в нашем зале взять 10 человек и взять 10 гениев, то патология может обнаружиться и у тех, и у других в абсолютно равном количестве случаев. Поэтому, вот, это было сказано в самом начале. Выборка, вот пато психологии, выборка неверна. Кого они обследовали? Вы же меня слушали, гениев, талантов. Но тогда должен быть проведен сравнительный анализ, логично? То есть взять столько же обычных людей, согласны? И их продиагностировать, и сравнить. Вот в чем проблема-то. Я же вот об этом и толкую, в этом новая мысль, как говорится, которую мы сегодня рассмотрели. Что толку рассматривать исключительно талантливых людей, если смысл будет только в сравнении. Возьмите столько же жителей разных городов, рассмотрели вы тысячу гениев, возьмите тысячу жителей Екатеринбурга, ну или разных там городов, предположим, Выборку. И тогда делайте свои выводы. Согласны? А не то, что исследуя узкий круг людей. А по поводу паразитизма, алкоголизм, это вторичность. Это вторичность. Это не рождаются люди с этим заболеванием. Паразитизм вообще, кстати, не звучал. Рентные тенденции. Мне так тяжело. Вот я скажу откровенно, пожалуй, с Вам, раз уж мы здесь собрались. Как трудно бывает донести простую мысль, потому что когда вот говоришь человеку что-то, он к тебе возвращается, это странно не то. В огороде Бузинах, Киеве, Бейлис, и вообще про другое. Вот, вот что печально, я о чем и говорю. И я почему стала писать в последнее время? Именно поэтому, потому что, когда пишешь, ну даже вот на Фейсбуке и так далее, ВКонтакте, там проще, человек не понял, он может еще раз перечитать. То есть и еще раз перечитать, и в конце как бы уяснить, то есть идею, которую я, ну она проста, как вот, проще, мне кажется, то, что я сегодня говорила, проще вообще не бывает. Согласна, согласна, но я сегодня, Вы должны понимать, что я зарабатываю на жизнь семинарами и лекциями. Сегодня мы здесь собрались бесплатно, поэтому тоже расход энергии огромный. Я вот и говорю лично, согласна, что личная энергия, а мы все знаете, аффективное влияние на аудиторию, она должна чувствовать, согласна. Но, к сожалению, то есть вот сейчас надо, как мы сказали, гонораров не платят, поняли о чем я, вот, и поэтому личная работа необходима. А сегодня здесь я совершенно бесплатна, за даром, как детские говорили. Вот, для чего мы и встретились, понимаете, я не нуждаюсь, как говорится, в славе там и любви публики, а просто мне приятно о литературе говорить с людьми, которых это на самом деле, ну, беспокоит и интересует. Понимаете? Нас мало осталось, вы уже это поняли. Очень мало. Меньше, чем денег, наверное. Пожалуйста, еще вопросы. Какая-то влациональность, выступление, писатель изначально влациональность. По-другому он не может, он иначе сложно, когда писатель там. Г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г. Он и гитару взял сегодня. Так вот, согласна. И в этот момент эмоциональности, когда ты написал стихи или прочитал их, вот, помните, что заставляли читать стихи? Попробуй, почитай Евгений стихи. Мы с тобой знаем, какое потом вот состояние после лечения всего. И тут тебе со стаканом. Давай, выкип. Так так и было это все. Вы же поняли, что так оно и происходило. Вот это убийство. А когда это еще и врачи. Все, пиши пропало, ставь кресло. Понимаете? Поэтому бережно надо относиться к гениям. И необходимо возрождать работу профессиональных союзов. И нормальные гонорары, ну вот о чем мы и говорим, чтобы мы в конце концов могли выжить. Гения Тютчев не нормальный. Пожалуйста, Тютчев, разве он не нормальный? Фрейд. Фрейд был безусловно гениален. И, кстати говоря, сколько его фотографы не исследовали, никаких психических отклонений при всем желании не нашли. Не пил, но курил. А, он курил. Курил, курил. Страшная штука, да. Понимаете? Очень много таких. И Павлов, наш русский физиолог, пожалуйста, сколько он там 90 с лишним прожил, помните? То есть, вот, Хехов абсолютно нормальный, к сожалению, туберкулез. То есть, ну тогда это была болезнь века, он многих свел в могилу. Ну разве он позволял тебе алкоголизм, то есть низкое поведение, ну понимаете, жизнь за чужой счет. У него это вызывало отвращение, и мы уважаем его. А Толстой сколько прожил, опять же? Не каждый, не каждый. О чем я и говорю. И поэтому, когда приводят пример гениям, почему-то нам вот этот архетип пытается внушить какого-то вот человека, знаете, ну, ужасного. На самом деле. Или какой-то дамы возвышенно-экзотированно. А я вот уверю вас, что посели к вам квартиру, Марину Ивановну, и вы через неделю пойдете в ДСЖ. Я выслушила. Неправда. Тогда крыса вылетит. Вот такая. А кроме того, она еще кричала, вы взяли мою соломку. И все, кто выпускал ее в себе в квартиру, были пожалели об этом. Легко говорить, кому бы вы служили, и ваше служение не воспринималось бы как служение. А Толстая служила Асмадова? А что значит служила Асмадова? Асмадова просто вовезло над ее любви. Она любила. Она любила. Она любила. Отсюда его никто не любил. Так получилось. Опять же, другим. Без осуждения и без сравнительного анализа обойдемся. Мы взрослые люди, когда говорят о диагнозе, здесь нет никакого осуждения. А осуждение или там вот эти выкрики, то есть служение и так далее, у меня лично вызывает сразу подозрение, что человеку, значит, себя-то часто не может обслужить. Извините, я уж откровенно говорю. Надо заняться своей жизнью. В конкуре, ну, Чехова, правильно говорю, надо работать, и хватит болтать. Я с ним полностью согласна. Служи себя, будь опрятен, треск, аккуратен, убери за собой, я банальные вещи говорю, помой за собой посуду, свари своей семье суп. Это что, неправильно? Постирай колготки и зашей дыры на чулках, оденься, в конце концов, достойно. Ну, не так, что ли? Друзья мои, это банальные вещи. Вот если с них хотя бы начать, как говорили римляне, сначала жить, а потом философствовать. Они говорили сначала, простирай свою току, так сказать, понимаете, а потом иди, беседуя о высоких материях. Антиорогены, антиорогены, антиорогены. Согласна, инфинит. Безусловно. Но были ли у него претензии, что он сказал македонскому? Не заслоняй мне солнце. Разве он требовал что-то? Вот именно, вот, согласны? Очень тонкое замечание, согласна, живи в бочке. Согласна, то есть, и мы слова не скажем, не наше дело, мы не имеем права тебя обсуждать. Ну, если ты из этой бочки будешь кричать, давай мне деньги, ты не войдешь как диаген в историю философии. Вот я о чем. Да, вы правильно очень подметили, отличный пример. Слушаю вас. Ну, вот я не знаю, что мы пока под другими, а вообще, что вы считаете делать, что мы чувствуем, или наоборот, не счастливы? Ой, это так индивидуально. Ведь, знаете, вот Элфрей да умер внук, и невзирая на всю свою гениальность, когда он стал очень несчастным. И расхотел жить, ну, в тот период. Это, знаете, вот палим дверью клещами, и будешь несчастным. Мы такие хрупкие, и как гей неправильно написал, мы же горькие страдальцы, снижмет ботинок пальцев. То есть, настолько вот это, я всегда стараюсь не вмешиваться в вопросы глобальной, счастья, ну, мир. Я говорю о совершенно, вот даже на работе, я говорю о совершенно простых вещах. Жить одним днем. Справиться со своей жизнью. Помочь своему ребенку. Ну, вот с этого начать. Научиться разговаривать с другими людьми. И находить с ними общий язык. Ну, это же банальные вещи. Понимаете? Ну, с этого начинается жизнь. И гениев никто не обвиняет. Действительно, это люди с винченной, экзальтированной психикой. Им особенно трудно. И они нуждаются не в том, чтобы их еще больше взвинтили, а в том, чтобы их взяли, вот иногда поддержали. Вот я плохо вижу, очень. И меня всегда кто-то помогает мне идти. Что здесь дурного? Я считаю это замечательно и прекрасно. И также, наверное, надо поступать всегда с людьми, которые в одной области одарены. А в другой особо чувствительны. И поэтому, опять же, возвращаясь к тому же Мандельштаму, не секрет, что он брал чужие вещи. Ну, вы знаете, что он такой был, ну, как ребенок, вот мог что-то там съесть чужое, значит, утащить и так далее. И вот трагическая смерть там в лагерях, он же там ел чужую пайку. А вы, извините, кому это понравится? Понимаете, о чем? Ну, это прозития, согласна. Но когда ты берешь чужую, а вот здесь мирная жизнь, это сойдет тебе с рук, понимаете? А в некоторых обстоятельствах, на войне или в лагере, это вопрос жизни и смерти. Я вот все об этом думаю, о том, что нужна опора, какое-то дисциплинирующее начало, доброжелательные и гуманные отношения. Но отношение к гению должно быть точно таким же, как к нормальному обычному человеку. И в этом миф о неподсудности гения надо развеять. Для их же пользы. Ну, я так считаю. Поэтому можешь ты не быть, но человеком быть, а гражданином. Ну да, но они все им вот уже жили. А люди, которые внес, да, что именно, не обязательно даже гражданином, а человеком. Просто человеком, обрядным, нормальным. И тогда риск психических заболеваний и самоубийства, он будет настолько ниже. Потому что мы знаем, что лечит режим дня, хорошее отношение с окружением, уважение, правильно, со стороны окружающих людей. И потихонечку, понемножечку выйдешь из плохого состояния. Все можно исправить и все можно решить. Просто терапия гениев, она чем ужасна. Вот я вот только вам рассказала, что в конце концов этот подход и в терапии стал проявляться. Что ты гений, значит ты необычно болеешь. И давай играй нам на гитаре и пляши. Когда вот это все наше чехов бы от туберкулеза умирало, врачи бы ему сказали, давайте, ничего, что у вас кровь в горло, вы читаете рассказы. Понимаете, то же самое ведь. Вот. Поэтому вопросы еще какие есть? А там еще можно было увидеть потенциал. Да. Сейчас вы давно не наступаете. Да, потому что передачи же тоже все за деньги сейчас. Вы знаете, что для того, чтобы... Кому нужны наши передачи психологические? Кому? Кому. Ладно. Да, а на это нужны что? Деньги. Понимаете? А мы не можем рентные тенденции ходить и просить, знаете, я считаю это позор, что вы ищите спонсоров и все. Я, извините, не гений. И писать письма пришлите мне мое иждивение, я не собираюсь. И более того, я скажу так, все передачи есть на сайте. Передачи мы продолжаем снимать, они все размещаются на сайте, все они есть, совершенно бесплатно можно выходить и все передачи читать. А сейчас еще в интернете мы ведем две страницы ВКонтакте и на Фейсбуке. Не мы, а я. Но я, мы имею ввиду читателей, потому что они активно участвуют. И там можно все читать. Тоже совершенно задаром, между прочим. Просто для людей. Поэтому мы ничего не потеряли, я считаю. Ну вот, потому что сейчас вот на телевидении уже было бы позор осталось. Понимаете? Вот я так думаю. Да-да, я плохо вижу, поэтому вы говорите сразу. Ну, вы знаете, вам же сказали, что признаки гениальности. Я вам их зачитала сейчас. Дело в том, что генеральная династия Михалкова, династия, да? Как раз они такие Михалковы говорят, что он время зря не гарантирует. Наталья Чиновская всегда была чем-то занята. Да, ну вот я говорю, что видите... Я скажу так. Я, видите, специализируюсь на русской литературе. Все-таки вы заметили конец 19-го, начало 20-го века. Скоро на литературе тоже блистал. Возможно, я просто говорю, что это вы, вы об этом больше знаете. То есть я не сужу о вещах, которых я не профессионал. Я никогда не говорю о политике, о спорте, или вот о вещах, которые, ну, мне неизвестны, потому что иначе это выйдет нехорошо. Вот. А я думаю, что вы раз об этом размышляете, вы делаете статью и размещаете в Facebook. И отлично, и все будут, ну, и обсудим. Интересно. Я вот сейчас вообще сторонник этих всех. Это вторая книга. А третья, когда она сдается? Девушка. Пришлите мне мое иждивение. Надо запомнить. Я от того, что, Алексей, вы знаете, что все стоит дорого. Эту книгу вот вы издали, и в честь вам и хвала. Это ранняя книга. Может быть, не все там вам понравится. Я бы, честно, как Некрасов, ее бы сожгла. Но поскольку издавал Алексей на хорошей бумаге, и потом, знаете, это будет ровите. И тираж был очень маленький. И когда, как говорится, я умру, ну, не будем об этом говорить. Это будет действительно раритет. То есть и не пожалеете я к тому, что вот я о чем. Но прошу строго не судить. Я только поэтому сюда и принесла, что здесь люди читающие, интеллектуалы. И мне не боязно эту книгу. И, понятно, в открытой продаже ее никогда не было. Потому что еще раз говорю, мне было... Я это писала 22 года. Сейчас мне 45. Ну, представляете, все равно же личность меняется у человека. И взгляд на многие вещи. Но литература хорошая. Про хрэль или кто-то литература? Ну, оно смешное. Я еще раз говорю, что учесть это надо. Безусловно. Учтем. Да. А, скажите, пожалуйста, вы знакомы с творчеством Хлебникова? И, вы считаете, все-таки у него, исходя из его произведений, можно сказать, что там что-то было... Фотография Хлебникова. Я знакома и с творчеством Хлебникова, и с фотографией Хлебникова. Безусловно, он страдал... К сожалению, вот он страдал настоящим психическим заболеванием. То есть к нему даже без осуждения мы относимся, поскольку он действительно был болен. То есть это и документально подтверждено. То есть там шизофрения, извините, что приходится вслух говорить, она не влияет на интеллектуальный уровень. То есть интеллект остается высоким. Многие его вещи, это вообще прорыв к гениальности. С этим нельзя спорить. Но он, бедный, тоже нуждался в присмотре и в уходе. Опять же. Создай ты больной человек, да создай ему условия. Создай ему, как говорится, питание, прогулки, понимаете? Ну, чтобы хотя бы облегчить ему жизнь. Вот в чем проблема-то. А они все его хвалили, тоже возносили. А кто ему хоть кусок хлеба дал? Ну, грубо скажем. Он вечно был голодный, оборванный, ужасный. Знаете, и ему один раз Марин Гофт пошутил, который довел до смерти Есенина. Кольцо ему надел на палец. Говорит, ты же Велимир у нас президент земного шара. Вот тебе кольцо. И он так по-детски заулыбался, обрадовался. Ну, сумасшедшая, что возьмешь, что пел Высоцкий. Вот с этим кольцом. Ну, я так уж. Вы знаете, у меня юмор своеобразный, но печальный. И потом, после того, как он выступил, Марин Гофт кольцо-то у него давай отнимать. И Хлебников заплакал, как дитя. И говорит, я что-то сейчас, мне уже не президент земного шара. Ну, Вы мне отбираете. Я думал, Боже, у меня сердце сжалось. Ей нисколько я не удивилась, что когда Есенин вернулся из Америки, в квартире, которую на двоих купил с Марин Гофтом, ему навстречу вышла уже теща Марин Гофа, жена Марин Гофа и маленький Кирилл Камарин Гоф. И Есенин только смог там оставить свои чемоданы. Жить-то там был, ну где там, с 20 метров. А потом еще Марин Гоф всем рассказывал, что Есенин ему в ума сошел и считал, что у него пропадают галстуки и одеколоны с чемоданом. А я вот нисколько не удивлюсь, если теща ходила в галстуках. Пила одеколоны. А может, не пила, брызгалась. Ну, понимаете, о чем? Вот так доводили гения, что, Сережа, ты же гений. Зачем тебе быт? Зачем тебе уют? Зачем? А то у меня семья, жена, он, Кирилл Каскачет в своих стеблетах американских. А ты иди, Сережа, будь свободным. Вот, понимаете, о чем я. Совсем не о том, что гений дурен, плох или паразитарен по своей природе. А о том, что таковым его делают. Ну, вот о чем мы говорили окружающие люди и обстоятельства. Вот. А теперь я думаю, что Евгений нам сегодня споет свои замечательные песни. Да. Потому что я, честно сказать, устала, а мне еще надо написать, кстати, на сегодня. Как говорил Силье, надо работать. Я стою в 6 утра. Вот кто со мной на Фейсбуке знает. Я в полседьмого утра уже пишу первую статью, а в полдвенадцатого ночи прощаюсь. Все это время я работаю. Можно только при условии, что есть. Я в полдвенадцатого ночи прощаюсь. Спасибо. Продолжение следует...